Что пишут, что, да, люди потом смотрят. Вот из Иркутска, например, Иван, он был на начальных встречах, он мне даже звонил и как бы извинялся. Действительно смотрят, слушают, вот, да, хорошо. Ну, Андрей, вообще лидер на пространстве Российской Федерации не популярен. Я думаю, что мы просто первопроходцы. Это нормальная реакция. Не ожидали мы там парада, я не знаю, там, большой аудитории. Ну, давайте смотреть реально. Поэтому нужно работать постепенно, рассказывать и так далее. А кто захочет, тот и заинтересуется. И нет смысла собирать большие аудитории, тратить энергию на, ну, просто так зазря. Я так думаю. А со временем, я думаю, что сейчас в соседних странах начинает все внедряться, и оно постепенно будет наращивать интерес. И кто захочет, зато будет уже в онлайн-пространстве архив этой информации. В каких-то странах, ну, постсоветского пространства, вот ты говорила об Армении, Грузии, что на Украине попытки? В Грузии, в Грузии они внедряли даже раньше, чем мы, но у них, насколько я понимаю, не получилось эти МИГи и институции анализировать. Просто лидер прошел как очередной проект, закончился и все. Это, это, скажем так, неправильно. Потому что мы воспользовались, например, тем, что, ну, у нас был эксперт, я думаю, что и у них был эксперт, но нам было важно институции анализировать и продолжить деятельность этих местных инициативных групп, потому что любая заминка между конкурсами для МИГов, она равносильна смерти этому инструменту. А с чем они столкнулись, когда проблема появилась? Я не знаю, у нас есть партнеры из Грузии, которые очень заинтересованы темой по институционализации МИГов. Они должны были к нам приехать и понять, узнать, посетить МИГи, понять, как это начало работать, насколько они стали независимыми и что они в состоянии изменять. Вот что я скажу. То есть это был запрос из Грузии. У них менеджмента МИГа нету. У них просто были внедрены микропроекты. Это очередной проект. Все. Все. Это то, что я знаю со слов наших партнеров из Грузии. Но мы сейчас в рамках проекта Восточноевропейского партнерства вместе с Грузией и Арменией разрабатываем методологию, единую методологию по внедрению лидер в странах Восточноевропейского партнерства. На опыте Грузии, на опыте Молдовы. Мы делаем огромные исследования и в Грузии, и в Молдове. И будет вырисовываться какая-то такая методология, скажем так, универсальная, где будут указаны ошибки наших стран. И то, что сработало, и то, что мы рекомендуем. Армения, они, это мои любимые партнеры, это сеть женских центров в Армении. Они удивительные люди. Я познакомилась с ними два года назад. Вот они, вот мы как засели, вот как-то мы подружились сразу. Мы подавали вместе заявку. Вот выиграли эту заявку. И они выиграют тем, что осенью они начинают внедрять лидеры, и у них будет полная картина методологии. То есть максимально у них будет возможность не повторять ошибки, а сделать это качественно. Это будет в трех регионах. Уже известно, какие организации будут внедрять. То есть мы, они понимают, что мы готовы в любой момент помочь, проконсультировать. Пусть приезжают к нам, знакомятся с нашими мигами и так далее. Да. А вот все-таки Грузия, Армения и пока все, да? Ну вот и в ближайшие... Да, из бывших стран Советского Союза, да. Из бывших стран. Очень хорошо... А, нет, подожди. Очень хорошо лидер пошел в Прибалтике. Я не знаю, в какой из трех стран это было лучше всего. Там есть. И я просто сейчас не буду называть, в какой стран... Ну, в принципе, они молодцы. У нас очень схожая территория, небольшая. Единственное, что у нас плотность населения намного больше. И кое-какие вещи в плане ресурсов человеческих, я имею в виду, оно как бы... Как бы разница. Но у них отток людей в Европу еще больше, чем у нас. Даже несмотря на то, что они входят в состав Европейского Союза. К сожалению, как-то так это получилось. У нас, наверное, не так это повально происходит. Но лидер все-таки дал возможность некоторым территориям сохраниться, стать таким привлекательным, туристическим. Очень. Там они прям умнички. Есть очень хорошие примеры. Если надо, будет. Может быть, я кого-то подергаю из коллег, и они нам расскажут о своем опыте. Ирина, я выключил видео, потому что притормаживает, да. А, хорошо. Если что, да, Ань. Если даже у меня будет плохой интернет, у тебя запись тоже идет. Давай про сегодня. Вот я знаю, что ты подготовила табличку в том числе, чтобы показать все преемственные стадии. Стадии прохождения. Такий укрепленный план. Да, мы вообще должны просто взглянуть на деятельность мигов сегодня немножко выше. То есть рассмотреть их деятельность на высоте более длительного периода. И я, конечно, могу рассказать о том, как мы видим деятельность мигов дальше. Но я сегодня, правда, я поздно очухалась, я пригласила Диму Яну. Я не знаю, Ачер, вот наш гость, это Дима или нет. Но я бы хотела, чтобы хотя бы один менеджер мига рассказал о том, как они видят деятельность собственного мига. Я не могу говорить за своих партнеров. Но я попытаюсь там как-то об этом рассказать. Ну, если да, вот Ачер или Айсер, это Дмитрий, тогда проявитесь. Попросите, да, поднимите руку и напишите в чате. А пока давай рассказывай, как вот, с твоей точки зрения, как ты это видишь, да, действительно? Давайте сначала посмотрим вообще на деятельность мига сверху. На большую такую, скажем, временную ось. Мне нравятся такие таблички, я думаю, может быть, и вам будет полезно. Это как такая резюме прошлых встреч, потому что мы говорили, как это делается, что мы делаем и так далее. И уже посмотрев на вот эту всю картину, я попробую дальше продолжить. Значит, смотрите. Мобилизация, значит, во-первых, мы работаем... У тебя демонстрации сейчас нету, включи, пожалуйста. А, странно. Я вижу, у меня табличка на... А сейчас есть? Так, сейчас, подожди, может быть, я что-то не вижу. У меня нас на... А, да, да, есть, есть, все хорошо. Есть табличка? Ага, хорошо. Значит, во-первых, мы работаем с территориями, только с территориями, которые готовы принять это, работать с этим и так далее. То есть, прежде чем начинать работать в территории, нужно очень-очень-очень... Готовность к территории, это в том числе согласие администрации. Да, 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 обязательно, потому что на силу создавать местную инициативную группу, это просто бесполезная трата времени. То есть, нужно просто людям рассказать, что это, что это, какое преимущество это может им дать, какие, ну, результаты вы не можете говорить, вы им даете удочку. То есть, та удочка, которая им даст возможность потом двигаться в собственной территории и дальше. Но, например, рассказать примеры других местных инициативных групп из других стран, это надо рассказывать, потому что, в принципе, в общей степени это достаточно похоже. Значит, первые 12 месяцев, я написала 12 месяцев, хотя я еще хочу сказать, что первые 12 месяцев это очень гибко. То есть, у нас были миги, которые этот процесс, который я здесь уложила в 12 месяцев, есть миги, которые прошли это за 10 месяцев, а есть, которые за 12. То есть, все это зависит от того, как двигается создание местной инициативной группы. Это достаточно гибкий процесс и зависит от многих факторов. Если у группы что-то не получается, то, конечно, это немножко продлевается, это нужно делать качественно, естественно. А есть территории, которые мобилизуются очень быстро, которые, например, сейчас в стране у нас это очень популярно, люди много читают об этом. И я подозреваю, что миги, которые мы будем делать в этом году, будут сделаны намного быстрее. Я думаю, даже за месяцев 8. Потому что уже люди связываются с теми мигами, которые существуют, спрашивают. Готовность ихняя, готовность вовлечения намного выше. Поэтому коучинг, может быть, будет легче. Но я предполагаю, я еще, конечно, не могу говорить там наверняка, но судя по тому, что у нас сейчас творится, у нас сейчас открытый конкурс на создание местных инициативных групп. У нас полный аншлаг. У нас на сессии информационные даже люди не поместились в Zoom, и мы просто дополнительные информационные сессии делаем. Это кроме того, что разрывается телефон у моих коллег, у меня, и электронная почта. Аня, возвращаясь к табличке, то получается, что сколько по времени, основной этап – это, собственно, формирование самого МИГа и разработка стратегии. То есть, смотри, с первого по пятый пункт – это, в принципе, и есть тот процесс, когда на территории ничего нет, я имею в виду с точки зрения группы. И пятый пункт – это когда МИГ уже даже подал первую заявку на основе собственной стратегии местного развития, которую он развил. То есть, если говорить по пунктам, первые два месяца происходит мобилизация сообщества, дальше идет формирование местной инициативной группы, это третий месяц по десятой. Мобилизация сообщества – это, собственно, просто информирование о том, что будет проводиться. Информирование, выезд в территорию, знакомство с территорией, с органами местной власти, с бизнесом, куча индивидуальных встреч и так далее. То есть, разные. Потом идет уже работа непосредственно с группами, где постепенно вырисовывается эта группа, как бы это люди, которые вот действительно им интересно, они хотят и так далее. В это время разрабатывается стратегия местного развития, то есть, кроме того, в этих встречах, да, мы работаем технически над некоторыми часами стратегии, но в то же время мы формируем коммуникацию между этими людьми. То есть, идет параллельно, скажем так, два процесса, а коммуникация – это коучинг, да, я уже говорила, об этом не буду. Дальше идет институционализация группы, это где-то 9-11 месяц, то есть, это все происходит, там есть куча документов нужно подать, я не буду об этом говорить, есть процедура по институционализации МИГа. И да, вот пришел мой коллега Дмитрий Яму. А, вижу, вижу, вижу. Да, и заканчивается этот процесс тем, что местная инициативная группа уже представляет собой целую структуру, там есть и правление, и отборочный комитет, аудиторский комитет, президент, подотчетный орган. Вот. Потом МИГ подает свою первую заявку уже от МИГа и ориентируясь на те приоритеты развития, которые он для себя отметил и которые отражены в стратегии местного развития. Дима, добрый день, я рада, что у тебя получилось прийти, а то я прям странно себя чувствую, что я буду рассказывать про чешмяуа судулой, без чешмяуа судулой, а потом кто-то посмотрит видео и скажет, Аня, что ты со мной говорила, спасибо тебе, что ты есть. Я сейчас расскажу эту табличку, а потом я попрошу тебя подключиться и рассказать о себе о МИГе немножко и так далее. Хорошо. Да, спасибо тебе. Я думаю, что тебе, я прям вот желаю, чтобы я еще пять минут здесь побыла, и потом я тебе дам слово, так что не уходи. Не ухожу, хорошо. Да. Затем идет, обратим внимание, Андрей, значит, пункт 6, если МИГ выиграл заявку, значит, уже этот год деятельности посвящен тому, что МИГ внедряет эти конкурсы и отчитывается. В последующие годы пункт 7. Это происходит постоянный фандрайзинг для внедрения стратегии, это второй, третий, четвертый, пятый, я уже не продолжала это, да, то есть я просто показала на ближайший период, как это происходит. Это циклически происходит постоянно. Пункт 7 повторяется всегда. Вот. Да, да. Это важно быть. Вот это выглядит с точки зрения действий так. Все-таки во второй год он же тоже немножечко, немножечко страхует коучинг. Ну вот, ну вот смотри, я написала, что коучинг, техническая поддержка по созданию МИГа, первый год мы еще тут. А второй? Ну, меньше. Все зависит от МИГа. Есть МИГи, которые уже первый год заканчивают без нас. Ну, ты, 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 ты действуешь, исходя из того, как у тебя справляется МИГ. Понятно, понятно. Но у меня, например, вот Дима, вот не даст соврать, иногда он мне звонит и спрашивает у меня совета, естественно, хотя это МИГ уже пенсионер, этому МИГу уже четвертый год. Но если Диме нужно узнать, конечно, я помогаю, но это уже только так по запросу и в определенных ситуациях. Вот. Ну да, да, позвонил, спросил, вот мне нужен совет, как ты думаешь? Я уже там пытаюсь как-то, хотя чаще всего я перекладываю ответственность на менеджеров, а то боюсь что-то там не то сказать и потом, да, Дим, прости. Ну, это правильно, как бы ответственность принадлежит, да. Вот. Да, Андрей. А фандрайзинг, соответственно, это просто постоянный процесс уже сбора средств, когда после первого вот этого конкурса. Да, да, но... И это менеджеров ответственность, менеджеров, по сути. Да, в принципе, больше всего менеджеров, но у нас и президенты активные, и есть члены правления, которые, например, у нас есть МИГ Каля Дропи и Валя Куболти, это на севере страны, там менеджеры пришли, у них уже был опыт. И они искали средства, например, небольшие, там 30 тысяч евро, что-то такое, на то, чтобы решать внутренние вопросы не по организацию конкурсов, а чисто технические решения проблем на территории. Дополнительная мобилизация, там документы, работа с органами местной власти, то есть они делали фандрайзинг, и есть МИГи, которые это делают. Что я должна добавить к этой табличке, и я просто хочу еще раз объяснить, почему очень хорошо, что Дима пришел. Я просто могу рассказать, как мы видим деятельность МИГов на уровне государства. Например, на сегодня уже понятно, что на 2020-2021 год, благодаря фандрайзингу, у нас есть поддержка с Европейского Союза, и средства у МИГов будут. Но нам было бы правильно, чтобы этот механизм был поддержан со стороны государства. И сейчас идет разработка этой самой программы «Лидер в Молдове», и в том числе разработка этого самого документа по отдельному статусу для МИГов, который поправки в законодательстве, которые позволяют финансировать МИГи, уже были приняты. Это было еще в феврале. Просто проблема в том, что у них статус юридический, нужно его давать ему, скажем, законодательно дать ему право быть. И мы сейчас над этим работаем. Сеть «Лидер» тоже входит в эту, скажем так, рабочую группу по разработке закона. И мы видим так, что уже из 32 МИГов, ну, где-то половина достаточно сильны в плане менеджмента и в состоянии будут уже работать и с государством в том числе, а также с другими донорами более, скажем так, с крупными средствами. Это была наша цель укрепить их с точки зрения менеджмента. Это происходит. В то же время мы понимаем, что нужно еще покрывать территорию. Есть запрос, и наши партнеры, министерства, а также партнеры по развитию, в том числе, ну, во-первых, Европейский Союз, понимают, что это срабатывает. И они очень заинтересованы в том, чтобы дальше продвигать эту инициативу. Я думаю, что в ближайшие года-два нам желательно покрыть больше 50% страны этим подходом, и тогда это уже будет приносить действительно ощутимый результат. Да, а сейчас я вот, я сейчас, если можно, Андрей, я объясню Диме, что мы хотим от него услышать. Значит, Дима, смотри, был такой запрос, как бы, ну, описать вашу деятельность до сих пор. Я почему-то таблички попросила, я продемонстрирую эти таблицы, тех проектов, которые вы внедрили. Ты скажи пару предложений Миги, как он создавался, что вы сделали, и как вы видите свою деятельность дальше. Может быть, какую-то специфику расскажешь, Мига. Если что, задаю вопросы, можно, да, Дима? Да, конечно. Ну, тогда сейчас, да, демонстрацию выключили, чтобы просто мы были видны. Вот четыре года, да, уже Мигу получается? Да, да. Это четвертый. Четвертый год. Это четвертый. И непосредственно, ну, тут Анна Чернева занималась как коуч, да, Мигом, правильно понимаешь? Да, вначале был другой коуч, потом заменили на Аню. В течение года, год, кажется, ты вела, да, нет? Да, получается, что я пришла где-то в июне, потому что полгода шла работа, там немножко были сложности с первым коучем, и мне предложили, как бы, помочь Мигу, и я пришла чуть позже. Да, я пришла в июне и ушла, наверное, через год, да. Да, и потом, прошлый год уже мы сами провели работу. А можно вот пораньше чуть-чуть, Дмитрий, вот как, с чего все начиналось, вот непосредственно? То есть, получается, это был еще шестнадцатый, да, год, ну, или там, начало семнадцатого, вот, с самого начала, если можно. С самого зачаточного состояния, то я о лидере услышал в 2016 году, это было где-то конец лета, приезжал эксперт из Евросоюза Марка Мартиш. И она информировала о методе лидер. И тогда все, кто присутствовал на этом мероприятии, приблизительно говорили, из каких они населенных пунктов, из какими селами они могли бы объединиться, чтобы создать Миг. Сама территория, сама территория, чтобы Мига образовалась, да? Да, 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 сами территории. По условиям, это должно быть минимум три населенных пункта и минимум десять тысяч населения. Мы, получается, в таком уголке страны, в таком тупичке, у нас нету ближайших, как бы, других населенных пунктов. И так получилось, что как раз три села, и на десять тысяч у нас переписи населения, десять тысяч ноль пять населения Мига составляет. Я тогда предложил три села, как бы, ну, это была просто формальная идея, говорили, что когда-то в Молдове начнет это работать. Потом собрали группу для обмена опыта в Румынию, мы поехали в октябре в Румынию и Болгарию, там ознакомились с опытом. Но, честно говоря, как бы, увидев опыт Румынии и Болгарии, казалось, что это будет не скоро, и мы до этого еще не доросли, потому что это Евросоюз, у них другое финансирование, другие системы работают. Поэтому я думал, что у нас это будет совсем не скоро, но благодаря той программе, которая тогда внедрялась в Грузии, была программа САРТ, было запущено восемь первых пилотных проектов в Молдове. Да. И один из них это был вот в 2017-м, уже в феврале, начались первые поездки в населенные пункты по тому, чтобы искать людей и формировать МИГ. Встречи с примарами, встречи с людьми в этих населенных пунктах, чтобы привлекать их. Тогда вот сначала был я у нас коуч с Валентиной, потом предложили, чтобы я все-таки был внутри менеджером. Менеджером, да, и Валентина была коучем. Потом со временем вот включили Анну, и где-то год шел процесс формирования команды, мобилизации сообщества, составления стратегии, составления банка идей. Это где-то длилось год, было минимум восемь встреч, если не больше. И потом уже в конце, по-моему, 2017-го мы подписали, в ноябре, 15 ноября мы подписали партнерское соглашение, все восемь визов. И первое финансирование мы получили, в марте был объявлен конкурс, и у нас было, на тот момент не было ограничения по суммам, у нас было тогда и маленький микро-производитель. Проекты, чуть покрупнее, было подано 25 просто заявок, и было профинансировано сначала 13, потом еще дополнительно дали финансирование, еще 4 проекта. В общем, 17 проектов было профинансировано за два конкурса в том году. Нет, Дима, здесь нужно сказать, что вы выиграли финансирование МИГом, вы подали МИГом, и МИГ поддержал, вот на экране есть табличка, мне Дима выслал вчера ночью эту табличку, эта табличка принадлежит МИГу, если мы перешлем, мы должны стереть все личные данные, обязательно, да, если вы захотите увидеть эти примеры. Это те МИГи, которые МИГ поддержал на вокальном... Проекты, проекты. Да, 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 проекты, я извиняюсь, да. И я просто прочитала, я большую часть, допустим, знаю, но если кому-то будет интересно, лучше Диме задавать вопросы, потому что он знает всех лично и так далее. А вот у меня вопрос, Дмитрий, а что самое сложное вот в этот первый год было, вот когда вы эти 8-9 встреч проводили, с какими вы действительно сложностями сталкивались, как вы вовлекали людей, может быть, что-то еще было наиболее сложное, расскажите. Самое сложное удержать людей, потому что они целый год ходят на эти встречи, нет пока финансирования никакого, и многие просто не верили, что это когда-то будет, что вот нас обманывают, кто нам просто так даст деньги. Ну, люди, проекты были в городах, в селах это не работало, у нас в селе вообще одна общественная организация, которая лет 10 назад выиграла какой-то проект, и люди просто не верили в эту тему, если так говорить, не доверяли. И некоторые просто хотели уходить, но Аня умела удерживать людей, и она всегда их там вдохновляла остаться еще, стоять, работать, держаться до конца, как бы в этом плане Аня хорошо работала. И в конце даже люди были, ну, потом я говорил, ну что, ты говорил, что не будет, вот видишь, произошло, да, но честно, я не верил, что это будет. А как она это делала, Дмитрий? Аня, как ты это делала? У Ани такой, да, просто она очень умеет мотивировать людей, и в плане того, чтобы они просто были членами МИГа, и в плане того, чтобы кто-то стал менеджером МИГа, и на любую должность она сможет мотивировать. Да, у меня была такая мечта, есть коллега у Димы Марьяна, молодая женщина, живет на территории МИГа, двое детей, она директор азил по-русски, это там, где живут старики, дом престарелых. Она, я думаю, она вообще попала на эту должность, ну, вообще зеленая девушка, я понимала, что ей сложно, она не справляется, но видела в ней такой потенциал, который, как-то я так ей капала, ну, как я с ней. В конце концов, она пошла учиться в университет в прошлом году, и в этом году у Димы партнер, она стала вторым менеджером, и мы убили двух зайцев. Дима русскоязычный менеджер и отлично знает русский, а Марьяна румыноязычная девушка, а МИГ очень смешанный. И, наконец-то, Марьяна стала менеджером, и она мне так благодарна, а я до сих пор от нее получаю письма любви, вот. И она говорит, что ее жизнь изменилась, и что она на все смотрит другими глазами, а девочка молодая, ей нужно расти, у нее есть потенциал, она научится у Димы очень многого человека от этого. То есть, короче, Андрей, я еще не ушла оттуда. А скажите, вот, Дмитрий, вот вы, получается, где-то в конце первого года стали менеджером, да? Примерно. Я стал менеджером... Дима президент МИГа бывший, президент. Да, но я до этого же был чуть менеджером. Да, да, да. У нас, получается, была такая ситуация, у нас в самом территории МИГа не было общественных организаций, которые могла бы быть подотчетным органом МИГа. И мы нашли подотчетный орган не из территории. И это было сложно, потому что руководитель не находился на территории, не все знал, поэтому был взят еще один менеджер с территории. Но, как бы, та была не совсем компетентна, другая была за территорией, поэтому тогда предложили мне, чтобы я был третьим менеджером, чтобы как-то вот вытягивать. МИГ немножко отставал. И я был буквально три месяца, по-моему, в том году. В 2018-м я был тоже со-менеджером, вторым, третьим менеджером. Потом у нас дело в том, чтобы было в первый год такое правило, чтобы президентами МИГа были именно примары. Это мэры у нас в Молдове. Но наш президент МИГа был очень неактивен, и через год было принято решение поменять президента. И все единогласно тогда избрали меня. И это я был первый... Мы были первым МИГом, где менеджер, где президентом был не примар. И потом уже в этом году, нет, в прошлом... Да, в этом году уже меня избрали менеджером, потому что нам нужно было немножко усилить менеджмент. И мы поменяли другую организацию, уже создали свою организацию на территории. Да, я хочу похвалить МИГ, потому что было сложно, когда общественная организация была за пределами МИГа. Это транспортные расходы. Это проблема с коммуникацией. Короче, они в прошлом году мобилизовались. Или в этом, в этом году. Ну, мы начали в прошлом, но довели до конца в этом году. Да, и из членов МИГа была создана новая неправительственная организация с тем же названием, который, ну, МИГ, Чешмя, Суду, это первое. Во-вторых, они начали активно расширяться, потому что они самый маленький МИГ в Молдове. И для того, чтобы работать качественнее, надо было, ну, как-то мобилизовать. То есть они решили две проблемы. Они выросли уже и далеко не самый маленький МИГ, и, во-вторых, они решили внутреннюю проблему по менеджменту. Вот в этом году им это удалось очень хорошо. Дима, это я вас хвалю. Да, да. А вот у меня такой вопрос. Вот смотрите, я и задал, что по поводу менеджера. Вот я его продолжу. Вот расскажите, что вот как, в чем текучка ваша заключается? Что, в чем каждодневная работа как менеджера МИГа? Ну, в течение года, ну, там чуть-чуть сезонные же есть разные. Вот в чем непосредственно заключается ваша работа? Ну, первостепенно, вначале нужно написать заявку, ну, фандрайзинг, выиграть финансирование для самого МИГа. Это работа с бюджетом, работа с заявкой и выиграть само финансирование. После того, как выиграли финансирование, заключается договор и уже начинается работа по объявлению конкурса на территории. И работа со всеми документами. Мы готовим документы для конкурса. Это формуляр заявки, бюджет заявки, объявления, которые мы в интернете ставим, объявления, которые мы вешаем в населенных пунктах. И там бланки, вот даже вот эта таблица, где мы пишем, кто сколько подал. То есть, ну, там есть куча документации, которые мы готовим. Потом, когда объявлен конкурс, уже непосредственно работа, очень много работы с консультацией и информационной кампанией. Информационная кампания, мы должны как можно больше пропиарить, что объявлен конкурс. Это можно провести информационные сессии, можно объявления, можно разные методы использовать. Сейчас немножко с ковидом сложно. Некоторые начали это делать онлайн. Некоторые проводят по-прежнему встречи по два, по три человека. Некоторые информационные сессии на улице проводят. Потом консультации. Многие звонят, спрашивают, как, какие условия, какие документы. Кто-то приходит в офис, кто-то по телефону консультируется. И это в течение всего срока, пока объявлен конкурс. Это минимум месяц, пять недель может длиться период консультации. Помогаете им правильно оформить заявки, отвечаете на их вопросы, вот это все, да? Да, да, да. Идет анализ подданных заявок, формальный отбор. Если какие-то заявки не проходят, формальный отбор их отсеиваем. И потом уже идет заседание отборочного комитета. И там отбираются проекты на финансирование. А потом уже утверждаются либо административным советом, либо советом МИГа. Ну и потом уже идет процесс внедрения, заключение договоров с каждым, перечисление первого транша, выполнение первой части проекта, отчеты по первому траншу, потом второй транш, отчеты по второму траншу, итоговый отчет и потом отчеты по реформному. А вот такой вопрос, я помню, я читал про подотчетный орган, на самом деле мы его раньше не упоминали. Вот можно немножко тогда подробнее о нем рассказать? Вот что это такое и как вот вы с ним работаете, да, непосредственно? Подотчетный орган. Из-за того, что у нас в стране пока что не утвержден этот закон по лидеру, у нас нету, ну, юридический статус лидер не имеет, МИГи не имеют. Получается, мы, чтобы администрировать МИГ, мы берем какую-то общественную организацию. Это уже юридически правовым статусом непосредственно, да? Да, да, да. И через эту организацию осуществляется все перечисление, финансирование и так далее. Можно я здесь добавлю кое-что? Да, да, Марина. У нас вообще в Европе есть разные практики по поводу подотчетного органа. Некоторые страны не разрабатывали законы по отдельному статусу МИГов. И до сих пор в этих МИГах общественные организации являются теми подотчетными органами. Есть страны, в которых подотчетный орган – это вообще представитель бизнеса. А есть страны, которые разработали закон. Поэтому, в принципе, для нас было бы нормально, наверное, оставить и общественную организацию. Просто есть такие какие-то нестыковочки, что касается законодательства. И мы просто приняли решение, что из самых лучших версий, которые существуют из разных опытов стран, нам тоже нужно разрабатывать закон. И то, что сейчас делает местная инициативная группа общественной организации, в принципе, является секретариатом. Или орган-экзекутив – это… Ну, управляющий пилами, скажем так. Да, да. Это очень-очень законно. Так что все хорошо, но это не совсем удобно. Потому что часто эта общественная организация имеет немножко другую деятельность. И здесь немножко смещение интересов происходит. Потому что в данном случае общественная организация создана вот вторая. Созданная была членами МИГа. А есть общественная организация, которая занимается благотворительностью. Тут она благотворительностью, а тут она с МИГом занимается. Понятно. Да, и здесь риски тоже, что организация администрирует МИГ, но у нее есть и свои проекты, и она может быть занята этими проектами, и мало ли остается на администрировании МИГа. И не совсем эффективно осуществляется работа менеджмента или администрирования. Понятно. А вот, то есть, я понял про подотчетную организацию. Тогда вот, Дмитрий, дальше вы, получается, ну вот менеджер МИГа один из двух. Как идет между вами разделение труда, специализация? Оба работают, соответственно, на ставке, да? Или на пункт, ну, как-то там, да? Непосредственно в штате МИГа. Президент – это общественная должность. Да, да, да. Да, он не получает деньги. Обычно это примарь, глава администрации. Вот, ну, в вашем случае по-другому. И получается, вот как между вами распределяются обязанности вот двух людей, которые в штате МИГа? Ну, у нас из двух муниципалитетов два гагаузские села и один молдавский из Кагула. И, получается, мы распределили так, что я занимаюсь русскоязычными, это гагаузские села. А Марьяна, она, как румыноязычная, занимается молдавским селом. То есть, теми документами, теми заявками, которые приходят от того села, занимается она. Те, которые приходят от гагаузских села, занимаюсь я. И это было и с предыдущими менеджерами. Мы делили именно по языковому призму. Понял. Понял вас. А вот хорошо, вот все-таки, вот у нас тема сегодня, собственно, про результаты непосредственно первого, второго, третьего, четвертого, пятого, да, вот у вас сейчас четвертый год. Вот действительно, на какой стадии, что изменилось на территории вот за эти три с лишним года? Вот с точки зрения рабочих мест, может быть, инфраструктуры, вовлеченности в, действительно, вот в управлении территорией местных жителей, бизнеса, может быть, новые бизнесы созданы. Ну вот что-то, что изменилось, расскажите за эти три с лишним года. У нас, как минимум, например, мы гагаузские, гагаузия такой, пророссийский немножко регион, и было большое недоверие Евросоюзу и финансирование Евросоюза. Могу сказать, что это значительно изменилось. Теперь нет такого страха и недоверия финансированию и проектами Евросоюза. Это первый момент. Второй момент, мы были, вот у нас, мы соседние села, но из-за того, что это молдавское село, это гагаузское, у нас было мало общения, если не сказать, практически вообще не было сообщения между населенными пунктами. Теперь у нас появилась какая-то общая идея, и мы стали больше общаться с соседними селами, больше встречаться, общие идеи какие-то. До этого у меня, скажу честно, не было как бы друзей из молдавского села, сейчас появились друзья, знакомые, мы сейчас созваниваемся, общие мероприятия какие-то делаем. Это такой момент культурный и этнический, который висел там. Ну и в каждом из этих населенных пунктов было реализовано как минимум по несколько проектов. Это инфраструктурных, культурных, может быть, и бизнес. Да, в каждом населенном пункте есть бизнесмены, которые получили финансирование, кто-то на расширение бизнеса, кто-то на открытие бизнеса. И где-то это и рабочие места, где-то это просто расширилась новая услуга, новая продукция стала производиться. Ну, в любом случае, это экономическое влияние на микрорегион есть. Дима, а сколько всего МИК внедрил микропроектов? Сколько вы поддержали микропроектов за три года? На первом конкурсе 13, потом 4, 17, в прошлом году 7. Это 17 и 7, 24. И в этом году будет 10-11 проектов еще будет. 10-11 вместе с вторым конкурсом? Вы выиграли два финансирования? Нет, только по этому конкурсу у нас будет где-то... Но еще не забудь, что у вас есть финансирование оттуда. То есть будет где-то 30 проектов уже всего? Да. А, нет, больше. А как это определяется между проектами? Сколько из них предпринимательских, сколько там это проекты местного муниципалитета, общественные проекты, вот примерно? Но вот в первый год мы составили стратегию экономического развития МИГа, социально-экономического развития. И там есть определенные приоритеты. И каждый год мы выбираем приоритеты путем голосования административного совета и утверждения на общем заседании Совета МИГа. Утверждаем определенные приоритеты, которые мы будем финансировать в этот год. У нас первый год было три приоритета. Это бизнес, второй был социальная инфраструктура и третий – культура. И проценты мы тоже определяем, процент финансирования. Сколько мы дадим на бизнес, сколько мы дадим на инфраструктуру, сколько на культуру. Но в Лидере есть правило, что 50% должно идти на экономическое развитие в любом случае. Вот первый год мы на бизнес отдавали 50% и остальное отдали на культуру и инфраструктуру социальную. Потом на второй год у нас мы чуть увидели, что спрос на культуру чуть меньше. И мы уменьшили спрос на культуру, увеличили больше чуть на инфраструктуру. Бизнес тоже оставили так же 50%. В этом году мы решили отдельной строкой финансировать туризм. У нас сейчас 35% идет на поддержку бизнеса, 35% на создание условий для развития туризма. Это и экономическое развитие, может быть, и неэкономические. То есть могут подать и премарии туда. И третье – мы в этом году опять социальная инфраструктура. Это 30%. А вот непосредственно, ну, тоже одна из пунктов нашей темы сегодня, про кооперацию. Вот вы сказали, что села начали там дружить, а вот как-то у них совместные проекты кооперации, экономической кооперации пошли. Может быть, что-то еще, ну, вот в этом направлении. Может быть, как-то с городом началась тоже кооперация. Вот расскажите. Ну, вот на второй год к нам обратился примар районного центра. Они по численности населения не могут войти в состав МИГа. Но в их составе есть маленький населенный пункт сельского типа, дорожная станция. И он попросился, чтобы мы приняли этот населенный пункт. Ну, в первый год наш совет не одобрил эту идею, потому что там всего лишь 300 человек. Не совсем она так близко. Но в этом году еще обратились еще 5 населенных пунктов. И, в общем, мы тогда уже вспомнили, что было обращение оттуда. В общем, еще 6 населенных пунктов. Ну, населенных пунктов больше, но 6 мэрий, в составе которых есть по 2-3 населенных пунктов, нам обратилось, чтобы войти в МИГ. И мы увеличиваем свою и территориальную, и численность МИГа. В два раза. Два раза. Территориально даже больше не нравится. Я хочу еще добавить насчет кооперации. На территории вот этой станции Вулканежды находится зона свободного предпринимательства, которая хочет войти в состав МИГа. Потому что, ну, конечно, МИГу выгодно иметь такого члена, да, который вообще нужно брать. Потому что Дима мне говорит, я говорю, выберите их. Он говорит, мы будем поднимать на совет. Совет будет принимать решение, как бы. Но с экономической точки зрения, да, вы можете им помочь, и они вам могут помочь в разных вопросах. Поэтому я думаю, что перспективы больше. Если честно, я рада, что у вас было сначала 3 села, и вы могли этот механизм на более малой территории использовать. Если честно, это круто. Выучиться, отрекнуть, усилиться, и потом уже... Да, да, потому что на севере есть МИГи, где очень большое количество сел, а сельства первые же были маленькие, и не все села почувствовали. И они стали немножко, скажем так, ну, не отсеиваться, но они так, скажем так... Да, нам в этом повезло, что нас мало, и каждое село получило по несколько проектов. То есть все почувствовали. Потому что есть МИГи, где из всех населенных пунктов могут получить проекты только 2-3. Именно поэтому в первый год давали хоть маленькие проекты, но чтобы их было больше, и чтобы больше людей ощутило, потому что было недоверие большое. Да. А, Дима, скажи, ты можешь сказать, какой... Смотри, есть проекты, которые подают сами члены МИГа, потому что они в течение года-двух были в теме, они знают, что это такое. А у вас же подавали заявки и те, кто не входит в состав МИГа. Есть у вас МИГи, которые... Ой, есть у вас проекты, которые вообще не члены МИГа выигрывали? По-моему, есть. Да, и в прошлом году есть. В прошлом году, правда, меньше, потому что у нас обычно все, кто подавал практически, все потом стали членами МИГа. Буквально несколько не стали. Понравилось, да. А предыдущий год было больше не членов МИГа, которые получили от нас проект. Дима, а как ты думаешь, что будет в следующем году? Что бы ты хотел видеть вообще? Как ты думаешь, что вас ожидает? Ну, мы хотим развивать туризм очень сильно. И поэтому в каждом населенном пункте есть какие-то определенные объекты. Мы хотим как бы маршрут один организовать. Это один момент. И второй момент. Хотим запустить какой-то онлайн-магазин по продаже продукции, которые есть у нас в селе, в МИГе, которые производятся. Вместные продукции, да? Да, да. Продукции. Это перспективно. Видим, еще у нас, если говорить о партнерстве, у нас есть началось сотрудничество с зарубежными МИГами. Была международная конференция лидеров в Португалии. Там была наша менеджер. И потом, после того, как эта конференция была, после этого были завязаны контакты, связи с представителями МИГов из Португалии, которые работают в сфере геопарков. Это геологические какие-то особенные территории. Там создают гавки. И это тоже, ну, развивает туристов, привлекает туристов. И у нас есть такие праги, тоже такие геологические территории. Интересные, красивые, да. И представитель лидера, которая здесь сняла этот метод, она рассказала о этом там. И они были заинтересованы, чтобы у них есть сеть этих геопарков. И имели международный проект. И в рамках этого проекта они приехали сюда, увидели это, изучили. Какие-то рекомендации сказали, могут помочь в том, чтобы обратиться с финансированием Европсоюз, чтобы создать геопарк и тоже включить в эту сеть геопарк автомат Европы, Бразилии. Дима, какими мигами из страны вы общаетесь? С кем у вас такое более тесно? Ну, в первую очередь с соседним это «Жемчужина Юга». У нас все, да, те справа, эти слева, лунка, путь и луги жест. Ну, из-за языка мы больше общаемся с ними, потому что они русскоязычные. С этими тоже, ну, общаемся, с теми больше так сложилось. Что я хотел сказать, что к нам еще обращались не к Румынии, то есть населенный пункт Александра Амкузе имеет пабротивные связи с населенным, таким же населенным пунктом с таким же названием в Румынии. И они предложили, есть, то есть, у них возможность подавать на международный проект и там больше финансирования. И они приезжали, предлагали нам совместно подавать проект по приобретению автобуса, например, для перевозки детей, в лагерь, еще куда-то. То есть, например, будет закуплен автобус, который могут использовать и они с соседними Румынии, и мы для каких-то там нужд. А вот пока, Аня, я не знаю, к тебе или к Дмитрию вопрос. Ну вот, ты говорила, что только, по-моему, в будущем вы в цифрах будете оценивать, да, результативность. Сейчас пока нету вот общих данных, кто больше, кто меньше в тех или иных показателях, там, рабочих мест. В конце июля польский фонд «Солидарность» будет иметь результаты по всем микропроектам, внедренным в стране. Я пока могу сказать, что их было 400. Больше половины связаны с экономическим развитием. Вот. Пока что только так, но ребята, наши коллеги делают, это огромная работа, это огромная работа. Дело в том, проблема в том, что все микропроекты же малые, а они, МИГи же не просто финансируют, а софинансируют. В то же время человек, который выигрывает, тоже приходит со своей контрибуцией. Но то, что нас выделяет и, ну, как бы, чем лидер в Молдове, скажем так, выигрывает на фоне других стран, это то, что вклад, вклад именно МИГов даже превышает вклад тот, который МИГи выиграли от... Я помню, ты говорила, что на один лей приходится два местных. Да. Деньками, собственно, вот самим трудом в натуральном организме. Да. И еще нам удалось как бы МИГи, это то, что нельзя измерить. Ну, вот то, что Дима рассказывал, а таких МИГов много, смешанных, русскоязычные и румыноязычные. У нас много украинских сел, где люди говорят только на русском, гагаузских сел, болгарских сел. Ну, как-то люди наконец-то перестали говорить на давай каком языке говорить, а просто начали решать вместе проблемы. Я считаю, что, ну, в стране никому не удавалось. В этом, в Чешмяуа, Судулуй, ну, никогда не было проблем. Особенно, когда, это не так интересно, когда наши коллеги из Молдавских сел настаивали, чтобы менеджером был гагауз, потому что он хозяйственный. Это улет. Это круто. Когда Сережа Брия говорит, я хочу, чтобы Дима был, потому что он, ну, вот он справится. То есть, мы уже перешли эту стадию там национальности языка. Это вообще, это круто. Национальные стереотипы, они потихонечку разрушаются, да? Вот в этом смысле. Вот в этом миге у нас, да, у нас есть еще Сяуа Буджак, это тоже русскоязычный менеджер и румыноязычный. Эти женщины, я вообще ни разу в жизни не слышала от них какой-то жалобы, ни разу. Документы все на двух языках, каждый знает свою работу. Для меня это результат, который не имеет вот что для меня. И это нельзя измерить. И таких мигов много. Понимаешь? Понимаю. Как это измерить? Я понял тебя, не будем. А вот все-таки про интеграцию, опять же, может быть, у Димы есть пример. У тебя вот между... Миги это все-таки вот до данного момента в большей степени сельский формат. Вот, но сейчас вы начинаете интегрироваться с городами. Как вот тут связка начинает идти? Это вот кооперация продукты, они вам предварительно заказывают после продукта или что вот это такое? Как это выглядит? Дима, ответишь ты или попробую я? Ну, давай ты, у нас с городом пока нет никаких отношений, только сейчас. Ну, во-первых, есть, например, такие микропроекты, например, Буджак и Рим, может быть, Дима знает эту семью, где Дуся Карабаджак, семья Дуси, получила поддержку от Мига на улучшение работы на ферме, может быть. Я слышу о них, я не знаком с ним. Да, это не козлачно от вас, но эта девушка вместе со своей семьей изготавливает продукцию для города Тараклия. И прям Мигу у нее появилась возможность изготавливать более разнообразную продукцию в большем количестве. То есть у нее заказчиков с города Тараклия увеличилось в несколько раз. И таких проектов... Он слышит или... Андрей слышит, он убрал видео, потому что тормозит движение. Да, да, я слышу, слышу. Как это делается непосредственно? Какие там механизмы работают? Вот, Ань, то, что ты сейчас приводишь, непосредственно какие механизмы... Пока что это работает таким образом, что Миги поддерживает тот бизнес, который производит продукцию для соседних городов. А городов у нас много. Очень. Районных центров у нас 35. И большая часть этих центров это города меньше 10 тысяч жителей. Но это все равно хоть какой-то рынок. Потом еще у нас вообще города начали интегрироваться в Миги, потому что согласно правилам Европейского Союза города меньше 10 тысяч жителей имеют право быть членами Мига, ну, входить в территорию Миг. Это Окница, Атаки, Гладяны, Кантемир, Рыжканы и так далее. Ну, это города небольшие и они тоже нуждаются в каких-то небольших интервенциях, которые могут на их небольшой территории что-то решить. Что касается механизма деятельности между кооперацией, между городами больше, чем 10 тысяч жителей Мигами, я думаю, что на следующий год нам нужно думать о механизме, о том, как их соединять с точки зрения коммуникации. Я это больше вижу экономически, во-первых. Потом у нас еще грядет реформа, реформа административная, где многие города вообще, я думаю, пропадут с лица с земли, не пропадут, а потеряют статус города. Но это правда, это неизбежно. То есть, я думаю, что это будет все происходить натурально на протяжении долгого времени. Реформа нужна миллиард процентов. Потому что есть город, районный центр две с половиной тысячи жителей, Лёва, и там сидит целый, там вообще район 40 тысяч жителей, а администрация, там их сколько, не знаю, 50 человек. То есть, я думаю, что МИГи, это об этом и Марина наша говорит, 100% повлияет на реформу, административную реформу в Республике Молдова. И это будет вырисовываться само. Потому что это уже зависит, именно кооперация между городами и МИГами, напрямую зависит от контекста местного. И да, это рынок. Да? Но это рынок прежде всего город, да, для МИГа, безусловно. Ну да, конечно, безусловно, это рынок. Это свежий, помидоры, огурцы, мед, какие-то другие там овощи. Это услуги по пошиву, по, я не знаю, транспортировке, по отдыху и так далее. Естественно. А вот, может быть, ты тоже добавишь примеры кооперации между самими МИГами? Вот, значит, Дима, может быть, не помнит, в Чешмяу-Судулу есть очень интересный проект. Это два бизнесмена из двух разных сел. из Молдавского и из Гагаузского подали вместе на приобретение оборудования. Это идет речь о кооперации внутри МИГа, когда некоторые экономические агенты, в том числе, соединяются для того, чтобы, это очень крутой пример, это Сережа Брия и Сережа Саргелю из два разных села. Что касается между МИГами, да, у нас есть МИГи, есть примеры, например, есть, вот я уже говорила сегодня, Каля Дропи и Валя Куболти в Дропиевском районе, они подали на заявку, получили финансирование на то, чтобы улучшить какие-то внутренние механизмы в МИГе. Они получили средства на расширение МИГов, и Каля Дропи расширилась, и Валя Куболти получили на дополнительную мобилизацию, на формирование инициативных групп и так далее и тому подобное. Это они делают. Потом в Чешмяло-Судулу приезжал МИГ Трезыш-Треди-Вадур, самый северный МИГ. Дима забыл про это, я напоминаю. Потому что Трезыш-Треди-Вадур... Приезжали португальцы, и мы больше запомнили португальцев, а все ставили на них. Нет, надо и внутренние кооперации. И когда Трезыш-Треди-Вадур, самый северный МИГ, был в Чешмяло-Судулу, они молодые в Трезыш-Треди-Вадур. Они приехали туда и говорят, Судулу делает что-то сверху... Нет, научишь меня у Судулу делать сверху. То они могут. И вот они, самый северный и самый южный МИГ, будут работать в рамках по туризму. Ну да, есть очень много таких. Например, у нас 5 МИГа, 4 МИГа ездила в Польшу, показывали народные рецепты молдавские и победили всю Польшу и покорили своей кухней и так далее. Ну, много примеров. И любая коммуникация между МИГами это возможность узнать у друг друга об опыте, улучшить... Ну, обмен практиками, да? Угу. Так, у меня полис. За документами, за контактами и так далее и тому подобное. Это уже живое. Я уже не знаю, как они между собой связываются. Не знаю, я уже не контролирую это и не собираюсь. Не я, а мы. Тебя не слышно, дорогой? У меня интернет, да, включил, включил. Интернет плохой меня сейчас вышибло. Вот, Ань, ну, на самом деле, вот, может быть, последний вопрос Дмитрию и тебе. Да, одинаковый. А вот, Дмитрий, вот, если бы заново все начинали бы, что бы сделали по-другому более эффективно? Я думаю, что сразу все-таки надо было бы начать либо создавать свою организацию, если нет на территории, либо, если есть на территории, начинать с местной организации. Это создало определенные проблемы организации с ней территории. Вот это подотчетное в смысле, да? В последствии. У нас получилось так, что была закуплена в рамках проекта много техники, о технике, который потом тот орган не захотел нам передать, ну, новому подотчетному органу не захотел ее передать. Этот момент, ну, и с момент даже введение администрации книга извне, это тоже неэффективно. Неудобно, если извне, то есть все местные должны свое НКО, которое непосредственным мигом занимается, да? Ну, это один из принципов подхода лидер, когда управление принадлежит именно резидентом МИГа. Хорошо. Это только случай этого МИГа доказал, что это правильно и что это нормально, когда кто-то извне пытался руководить. Просто и все. А вот твой тогда ответ, не повторяйся, да? Что бы ты по-другому сделала, чтобы действительно более эффективно организовать МИГ? Вот, со стороны твоей или там как коуч, или может быть что-то, что-то наблюдала и следовало бы сделать по-другому? Ну, я думаю, что команда по внедрению, ну, я буду говорить о себе. Я думаю, что я делала очень много ошибок, я человек. самое было неприятное, что мы не знали, куда мы идем. И если бы я сейчас, вот мы сейчас работаем с командой, которая будет внедрять, то есть мы расширяем команду фасилитаторов, коучей и расширяем команду экспертов. Мы говорим максимально о каких-то дальних вещах, на которые мы должны ориентироваться. Мы этого не имели, и иногда мы мобилизовали и вдохновляли людей, используя, ну, самые крайние какие-то аргументы. Это очень тяжело. Это очень тяжело. Именно поэтому первый мы... ... ... ... ... ... ... ... Мигу и каждому из ваших прекрасных людей. А какие вы молодые, горячие и упрямые! Ну, понял. Вы молодцы! Спасибо, спасибо тогда, Аня, Дмитрий. У меня уже что-то совсем плохой интернет стал. Надеюсь, что... Меня слышно? Видно? Вот. Мы... Так. Слышно меня? Нет. Спасибо. Да, Дима, спасибо, что наш мир идет. С джирами или председателями, президентами Мига людей чисто по статусу надо ставить тех, кто работает. Чтобы это были рабочие лошадки, которые могут, свободны и готовы работать. Потому что от этого будет больше эффекта, чем от статусности того или иного члена. Согласно сто процентов, согласно сто процентов, да. И, конечно, это люди, которые хотят, Дима, обучаться, потому что, работая в Миге менеджером, ты узнаешь кучу вещей, и ты лично растешь как специалист в данной области, которых вообще в твоей территории нету. Ты и Марьяна являетесь специалистами, которых нет. Нет, вы умеете руководить агентством по развитию данной территории. Ну, это же круто. Это же обучение какое. Ну, спасибо, коллеги. Да, будем завершать тогда. Спасибо. Да, спасибо большое. Дима, спасибо большое. Андрей, спасибо. Держим связь и работаем дальше. Да, осталось ведь еще, когда мы будем говорить про то, как это делать в России. Наверное, пока возьмем паузу. Вот. И, Ань, я с тобой бы хотел еще после переговорить тогда посоветовать. Хорошо. И я хочу воспользоваться случаем, и, может быть, на эту встречу, когда мы будем обсуждать, что можно было бы вносить в России, может быть, и Диму пригласить, потому что у него есть очень большой опыт. И он может рассказать те вещи, которые я не знаю. Вот. Ну, вот я с тобой хочу... Так что, Дима, будем рады. После посоветоваться по поводу вот методички и так далее. Тогда не выходи, и мы пока завершаем. Хорошо. Все. Да, всем пока-пока. Дима, пока. Спасибо тебе. Всего доброго. Да, все, пока-пока. 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 Пока-пока.